Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, 45-й президент Соединённых Штатов, назвал решение о признании ДНР и ЛНР гениальным, со всеми теми комплиментами тем, кто это решение принимал, и объяснением того, почему он, Дональд Трамп, считает, что это гениально, что у России лучшие в мире миротворческие силы, и внимание, что он бы хотел видеть их, российские миротворческие силы, на охране южных рубежей Соединённых Штатов. Честно говоря, я немножко выпал в осадок, когда это прочёл, но он так сказал, он так сказал. И это означает, что как минимум один, ну, реалистически мыслящий политик, не истерикующий русофобы и ненавистник нашей страны, но всё-таки в Америке в высших эшелонах элиты есть. Да, его терпеть не могут не только демократы, но, по-моему, половина республиканцев, они с ним все переругались. Ну, а больше им выставлять-то некого, ну, некого, нету другого соперника у республиканцев, которые могут за собой повести американский электорат, республиканская партия. Фантастическая ситуация складывается. Ну, с нами сейчас мы ждём соединения с Яковом Кедмевичем. Ну, мы будем говорить с Яковом Кедмевичем о текущей ситуации, в том числе о текущей ситуации на Донбассе. Уже пошёл такой анекдот о ночном звонке Владимира Владимировича канцлеру Шульцу после его, ну, крайности, неудачных замечаний в адрес того, что такое геноцид, смешно это, не смешно. Ну, это вообще очень здорово, когда канцлер Германии говорит, ну, геноцид у вас там на Донбассе. Ну, это же смешно. Ага. Смешно. Но смешнее было только, когда канцлер Ангела Меркель предупреждала всё того же президента нашего о том, что не надо проводить парад победы в Севастополе. Ну, у меня тогда просто гайки съехали от бешенства, вот потому что Севастополь не просто город воинской славы, у меня его вообще-то дедушка после войны отстраивал, командовал строительством военно-морской базы. Какого дьявола мне немецкий канцлер будет что-то говорить про парад победы в Севастополе? Мы вообще до чего дожили? Так вот, анекдот говорит о том, что звонок Путина Шульцу, и он говорит, ну, мы тут республики признали. Мы все признали. ЛНР, ДНР, ГДР. Ну, в общем, это примерно соответствует тому условию безопасности, которое выставлено нашим американским, не могу сказать, друзьям, у меня уже иронии не хватает, ну, соседям по планете, потому что ощущение такого абсолютного безумия имеет место быть. Ситуация при этом действительно напряжённая. Может ли она закончиться большой дракой? Может. Вопрос не в том, закончится она большой дракой или маленькой. Вопрос в том, эта драка, во-первых, приведёт ли к тем результатам, которым необходимо, чтобы она привела. Если при этом она будет, ну, минимизирована, замечательно. Если её не будет, ну, ещё лучше. Я вообще довольно часто, говоря о Путине, вспоминаю Миэмото Мусаси, которого был великим фехтовальщиком своего времени, но при этом страшно не любил дуэли. И о нём говорили, что он побеждает, не вынимая меча. Ну, вот как-то какой-то задиристый дурачок, видимо, типа Зеленского, его вызывал на бой, вызывал, крутился, пыжился. И Мусаси согласился, но только говорит, давай мы с тобой вон на том острове будем сражаться. Ну, вон, видишь, островок. А там как раз лодка стояла. Молодой глупенький петушок-самурай туда прыгнул. Мусаси выкинул из лодки вёсла и пинком отогнал её от берега. Всё. Но его не сочли трусом из-за этого. До этого он перебил такое количество самураев, куда более опытных и лучше вооружённых, что его сочли человеком, который выиграл этот поединок, не порубив в капусту молодого дурака, который вызвал его на бой. Потому что было понятно, что человек, который вызвал его на бой, вот в этом состоянии его биографии, ну, он, вообще-то говоря, смертник. Он просто, ну, глупый. Он молодой и дурак. А этот, ну, не хочет он его убивать. Ну, нет у него кровожадности. И зла у него нет к этому человеку. Вот и всё. Ну, согласитесь, это вполне себе правильные пчёлы, и они делают правильный мёд. И, между прочим, я же не зря сказал в прошлом нашем часу. Трамп, Трамп, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, 45-й президент, сугубо человек практический, очень жёсткий. Ну, хамства у него хватит прямо на Жириновского. Он эпатирующий человек, согласитесь, очень осторожный, очень умный. И человек, который, если его выпустят, а больше некого, выпускает республиканская партия на выборы, просто порвёт, вообще-то говоря, Байдена, как ту зигрелку. Я извиняюсь за это низкого стиля высказывания, но ничего лучшего, чего-то в голову не приходит. И вот тут вопрос. А почему Трамп сказал, что это гениальный ход признания ЛНР ДНР Путиным, а? И после этого, ну, он столько комплиментов сказал Владимиру Владимировичу. Это было очень неожиданно. Американская пресса практически подконтрольная на сегодняшний момент ребятам из демократического лагеря Трампа запинала. Но при этом про миротворческие силы Трамп сказал, про то, что они лучшие в мире сказал, и про то, что он лучше бы их поставил на южную границу США с Мексикой, так там бы, по крайней мере, границы перекрыли. Тоже сказал. С нами в эфире, насколько я понимаю, Яков Кенми. Яков Ильич, ты здесь? Да, Жень. Истинная радость. Слышать тебя. А вот смотри, как Трамп-то оценил решение о признании Донбасса. Ведь, причем это, ну, очень нехарактерно. Я вообще не помню, чтобы такого рода комплименты какой-то американский президент президенту России отпускал, как в данном случае сделал Трамп. Да, президент бывший, но все-таки. Ну, это только подтверждает те предположения, что события в Восточной Европе, и события и на Украине, и связанные с конфликтом с Россией, только расшатывают внутреннее положение в Соединенных Штатах. И то, что можно было называть внутренней политической устойчивостью. Ну, так слушайте. И не важно, что будет происходить, но любые события, которые произойдут, они аукнутся и откликнутся совершенно неожиданным способом в самих Соединенных Штатах и будут влиять на политическую структуру. Пока это влияет, влияло до сих пор только в массовом психозе Американского Конгресса и Сената, которые перешли уже на патологическую ненависть к России и абсолютную истерику. Но теперь в ответ не из-за России, но по внутренним проблемам они получают ответную реакцию. И все это естественно. В природе ничего не бывает уравновешенного. Ну, в данном случае говорить о равновесии... ...это теперь все гадости и мерзости, которые они делают в России, они получают у себя внутри. Они думали, что внутри России они могут гадить. А оказывается, что это внутри, без того, чтобы Россия в это вмешивалась. Это внутри, чисто американское. Потому что они же видят, а куда вы нас ведете? А куда вы нас тащите? А на что вы разбазариваете? Все, что есть. Все возможности, все силы, все богатства России. Только из-за вашего психоза? Послушай, а откуда он взялся? Все-таки. Ну, что мы им такого сделали? Не, не важно. Не важно. Вообще не важно. Вот если бы ты был турок, тогда вопрос был бы резонный. Что ты можешь знать? А что такого евреи сделали немцам, что они взбесились? А что такое евреи сделали католикам? А что такого евреи сделали всем антисемитам? Это не потому, что кто-то что-то сделал. Не потому, что Россия или русские что-то сделали. Нужен, козол, отпущение. Нужно на кого свалить все, что было. И сегодня поговорка звучит так. Во всем виноваты русские, Россия и велосипедисты. Или во всем виноват Путин и велосипедисты. Как старый древний анекдот, на котором вы выросли. Какая прелесть. Тогда действительно разводим руками. Понимаешь, просто мы все время привыкли рассматривать американское руководство как рационально мыслящее. Получается какая-то безумно эмоциональная толпа психопатов. Вот это прям выбивает из равновесия. А почему появилась? Она такая была просто. Она в другое время направлялась в других направлениях. А сейчас это направляется по отношению к России. То есть это не эволюция, а это просто... Нет, это не эволюция, это естественное состояние американской культуры. Это естественное состояние европейской цивилизации. Кого-то надо всегда ненавидеть. Кого против кого-то надо мобилизовывать массы. На ком-то надо срывать зло. И чтобы они сорвали все свои проблемы. Это же было в Европе всегда. Причем менялось. Англичане срывали зло, когда было под рукой на ирландцев. Когда было дальше на индусов. Потом на африканцев. Все делали так. Вся европейская цивилизация, она построена на ненависти и на том, что ты должен кого-то во всех грехах обвинить. И направить на них весь народ, весь народный гнев и народную злость. Именно против них. Для этого есть какая-то причина. И стоять будет европейская цивилизация. Я задаю себе вопрос. А зачем? Ну зачем им это? А зачем? Какая разница Америки, что происходит с Донбассом? Им какое дело? Потому что если не будут заниматься Донбассом, будут заниматься Америкой. Ты хочешь сказать, перенаправлено внутрь будет все? Это будет... Кем-то надо заниматься? Вот ты... Я не очень люблю. Но ты смотрел голливудские фильмы? Ну, иногда смотрел некоторые. Вот я тебе могу сказать, по мере того, как я смотрел, и когда в армии находишься, делать нечего. Солдатам привозят фильмы, особенно в запасе. Ну, надо с чем-то. Сколько можно смотреть на синайские пуски? Так вот, я тебе скажу. Голливудские фильмы представляли японцев исчадия мада. Джаппы. Потом исчадия мада стали коммунисты. Потом, когда началась Вьетнамская война, ну, более российских фильмов, более грязных, более убогих, в которых изображались вьетнамцы, трудно представить. А потом, до этого еще были китайцы и корейцы, ну, почему? Желтые обезьяны. А потом, я вот очень обратил внимание, пошла серия голливудских фильмов. Кто там был исчадия мада, которым угрожает, который угрожает всему миру. И славные американские службы спасают их. И спасают человечество. Ты не поверишь. Целые серии заполняли все экраны. Сербы. Да ладно? Сербы. О, Господи. Количество фильмов, в которых сербы выглядели животными, которые хотят уничтожить весь мир и всю Америку, оно завалило Голливуд. Спрашивается, а сербы-то что им сделали? Вы вообще знаете, где сербы живут? Это было. А потом начались все показы насчет Ближнего Востока, насчет ислама. И там тоже вдруг все превратились по мгновению палочки в зверей. Сейчас такими зверями стали русские. Пришла очередь России. Завтра будет кто-нибудь другой. Очередной врач. Неважно, кто. Такова их культура, таково их восприятие действительности. Надо кого-то объявить исчадием ада. Антихристом. Врагом человечества. И это они делают. Сейчас врагом человечества это Россия и русские. Почему? Это удобно. Не надо ничего объяснять. Уже заложено. Все ясно. Путин, ну, конечно, Путин, он же людоед. А, ну, как минимум, диктатор. Есть такое. Другого термина точно нету. Ну, так же, как в свое время евреи пили стаканами христианскую кровь, теперь Путин пьет так, как кровь младенцев. Ну, да. Внутром только, только положите мне, докажите мне, кого еще на Украине вы сегодня взорвали, убили. Или в Америке. Кого еще сегодня подкупили. Какую еще подлость в мире сделали? Почитай американскую прессу, почитай европейскую прессу. Нет ни одного дня, чтобы не писали о какой-то гадости, о какой-то мерзости, о каком-то преступлении, причем чудовищном, которое делает Россия, или которое делает Путин, или которое делают пророссийские агенты. каждый день в какой-то англоязычной, французскоязычной, немецкоязычной газете есть какая-то гадость. А мы-то тут смеемся над Петровым и Башировым и воспринимаем это как идиотизм. Ты, понимаешь, как идиотизм, но для них это же ясно, ну, Петров и Баширов, ясно, все хорошо. Ну да. То же самое было в Америке, то же самое было с анархистами. Только тогда было еще более грубее. Я помню, ты помнишь карандаши в Советском Союзе? Конечно. А какой фабрики они были? Сак и Ванцетти. Правильно. Кто такой Исак и Ванцетти? Итальянские иммигранты, которые принадлежали к анархистским организациям. Надо было устроить против них в Соединенных Штатах целую компанию. Объявили их, что они кого-то убили. Они никого не убивали. Потом было доказано, что весь суд был подставной. Посадили их на электрический стул. Но все Соединенные Штаты ополчились против итальянской мафии, итальянских анархистов, которые угрожают Соединенным Штатам. Сейчас это кажется дикостью. Уже все забыли. Пусть вспомнят эти годы в Соединенных Штатах. Посмотрите газеты. Телевидения тогда не было. Да уж. Но это уже придется нам с тобой делать только после перерыва, который наступает буквально через 15 секунд. С нами в эфире Яков Кедмы. И мы говорим о природе, о наших разногласиях с Соединенными Штатами Америки, которые, видимо, по земельному вопросу, кто кого первый закопает. Мы вернемся в эфир. Оставайтесь с нами. От трех до пяти. Ну что ж, мы вернулись в эфир и с нами Яков Кедми из Узроили. Я ж здесь ли ты? Да, Жень. Весни мне загадку. Хорошо, по американским конгрессменам готов понять, признать, что они такие, как они есть, хотя мне все равно. Но это настолько дико, вот эта волна ненависти, которая должна поднять гнев американского народа и сената, вспоминая формулу сенату и народу Рима, против неважно кого, вьетнамцев, корейцев, сербов, китайцев, это, конечно, нечто фантасмагорическое. То есть, это какой-то помойное ведро, которое выливается непрерывно, только помои немножко разные, на голову всему населению Соединенных Штатов, ну и вообще всех тех стран, где эти фильмы транслируются в кино или по телевидению, в том числе и у нас. Нас тоже любят наши идиоты запускать то третий, то четвертый Рэмбо. Ну, мы вообще в этом плане тяжелые извращенцы, за последние, конечно, лет тридцать разводишь руками. Украина-то чего? Вот сейчас явно все дело идет к большой драке. И при этом шансов, ну, я не знаю, может, конечно, Зеленский думает, что он парад победы проведет в Москве танковый на Красной площади, как обещал, но что-то мне представляется ровно противоположное. На Украине-то что такое происходит? Они что, внутренне вот те самые американские сенаторы, что ли, всей этой банковской, как ее называют, местной властью? Женя, небольшое замечание. Слово сочетания имя Зеленский и глагола думают, они несовместимы. Ну, наверное, я наблюдал вчера, например, ролик... Зеленский. Это имя одного человека, который сейчас на данный момент назначен временно исполняющий обязанности какой-то структуры, которая называется президент Украины. Президент еще понятно, что такое Украины, это уже менее понятно. Вот. Но глагол думает, вот к этой формации не имеет никакого отношения. Я как раз вчера просмотрел тут кое-что из-за острых путешествия. Несмотря на его происхождение, несмотря на его воспитание. Но эта способность у него и, может быть, и когда-то была, она давно атрофировалась. Потому что людям, которые находятся на этом посту, в этой так называемой стране, вот что им запрещено думать, что запрещено делать их хозяевам, думать. не смейте думать. Потому что если вы начнете думать, вы увидите вообще, что вокруг вас происходит и кто вами правит. Поэтому думать им запрещено. Поэтому у них эта способность атрофировалась давно уже. Слушай, хорошо, думать не могут. А хитрость? А чуйка? Ну бить же будут. И бить будут сильно. После того, что Путин сказал о настоящей декоммунизации, я вообще это понял как крышку гроба, которая вот-вот захлопнется над государственностью Украины. Путин сказал вещи более сложные и более однозначные и более понятные, но более сложные для их ума. Путин сказал, что существование колонизированной проамериканской Украины угрожает существо угрозает российской безопасности. Оно неприемлемо. Но в данном случае его никто не слышит. То, что произошло два дня назад, это не только и не столько то, что президент России сказал, да, я признаю Донецк и Луганск. Это что-то другое, более глубоко. Украина в современной политической формации под управлением Соединенных Штатов и Ижи с ними нелегитимно на существование в государственной форме в глазах российского государства, поскольку она представляет угрозу для российского государства. Но она ее только усугубляет. Мало того, это подтвердил еще другой, не менее серьезный человек и более веским аргументом Шойгу, когда он сказал, что то, что на Украине говорят о том, о необходимости приобретения ядерного оружия, это не разговоры, это не демагогия, это не бахвальство. Это реальный процесс, который идет и если это сравнить с тем, что сказал президент России, что наследство от проклятого Советского Союза на Украине остались огромные потенциальные мощности, как научные, так технологические, так и производственные, намного больше, чем в других странах мира, которые продвинулись в создании ядерного оружия. У Украины их больше. И вот когда ты слышишь это все в течение одного обсуждения, вывод становится один. У России нет выхода. Она не может позволить вот этой язве существовать, потому что иначе разнесется все к чертовой матери. а полагаться на какие-то политические, дипломатические действия невозможно. Они закончились. То есть уже сегодня, вот после того, что Путин объявил о признании Донецкой и Луганской республики, это совершенно новое, новый период в оценке России Украины. Этого никогда не было. И он означает то, что начался обратный отчет и у Шойгу, и у президента России в отношении вот этой формации, которая называется государство Украины с майдановской властью. отчет идет. Он идет независимо, параллельно, но своим темпом от отчета времени, который поставила Россия по отношению к базам американцев в Восточной Европе. Тут другие темпы, другие измерения, другие опасности, другие цены. И это самое главное. Это означает, если до этого периода, что говорила Россия? Да, она недовольна происходящим на Украине, да, это вызывает ощущение, но она же говорила, что говорило российское руководство? Донбасс это внутриукраинский конфликт. Это не конфликт Украины с Россией, а оказалось сегодня положение поменялось. Само существование украинской власти в той форме и с той поддержкой и с тем управлением иностранным, которое есть, это угроза существованию России. И я могу с полной совестью сказать, так же, как мы говорим, что то, что Иран стремится к ядерному оружию, это угроза существования в Израиле, Россия имеет не меньше основания сегодня, имея все факты на руках, говорить, что существование майдановской власти сегодня и завтра является угрозой для России, такая же, если не больше, как Иран для Израиля. Я сейчас прерву тебя на короткий джингл, поскольку он у нас во втором часу практически неизбежен, но я с тобой в этом полностью согласен, тем более, что украинское руководство говорит столько на эту тему. Вести ФМ Ну, если послушать Киев официальный, то вообще Путин уже в России не президент, а кого надо президентом они поставят, парад на Красной площади можно раскупать билеты на трибуны, украинские танки уже готовы по ней пройти, Крымский мост будет взорван, Воронежская АЭС будет атакована, ну, слушай, иранцы, по-моему, столько не мелют языками, сколько это делает украинское начальство. Ну, так что делать? Вот и происходит то, что происходит. Напрашивается вариант ликвидации неудачного эксперимента, и, по-моему, Путин говоря... Россия, я хочу напомнить такой момент, по которому у меня был небольшой спор во время выступлений у Соловьева с некоторыми участниками. Что произошло в России в 2014 году? В России в 2014 году парламент России и Дума, и Совет национальности приняли резолюцию, позволяющую президенту России применить силу на Украине. Ну, абсолютно точно, и, кстати, еще раз сейчас приняли позволяющую воевать за пределами границ России. Меня пытались убеждать, что, когда вошли в Сирию и принимали за пару дней до этого такой же закон, это было определено, что больше не понадобится президенту России такой закон, потому что автоматически ему обеспечили. Ну, я не спорил, потому что я не помнил, но мне казалось это странным. Так вот, и сейчас приняли это. Абсолютно точно. Россия прошла от первого разрешения президента воспользоваться силой на Украине до последнего на сегодняшний день огромный путь с признанием майдановской власти, с попыткой заигрывать майдановскую власть с этой властью, с попыткой налаживать какие-то отношения, пока не вынуждена была принять второй раз. Я думаю, что хватит ума, мудрости, государственной ответственности не доводить до третьего раза. Второй раз достаточно. Он дает достаточно возможностей решить эту проблему раз и навсегда. Иначе, иначе, третьего раза может и не быть. или он может быть слишком поздно. Ну, с этими сумасшедшими, да. То, что они сумасшедшие, это одна проблема. Тут проблема, а как что делать? Не допускать второй раз той же ошибки. Не наступать еще раз на те же самые грабли. Один раз наступили в четырнадцатом. Да, политикам отдали решение вопросов, связанных совсем кроме Крыма. И вот результат. Мы в куда худшем варианте украинского кризиса, чем он был. Другое дело, что и действительно российская армия другая, и баланс силы в мире другой. И я еще одну вещь помню. В четырнадцатом году, после Крыма, был очень нелицеприятный такой и серьезный визит у нас и общение на президентском уровне и с Назарбаевым, и с Лукашенко, которые были в некотором знаке вопроса на тему того, а не следующие ли они. Ну, может быть, это очень сильно повлияло. Но сегодня, по-моему, совершенно другая ситуация Назарбаев сказал, я пенсионер и только благодаря ОДКБ и решению о вводе войск ОДКБ Такаев в Казахстане остался президентом. А в Белоруссии Лукашенко прошел, по-моему, некоторый качественный рост над собой. Урок он выучил, его едва-едва не сверли при всей его многовекторности и вряд ли он будет проявлять такого рода попытки впреди. Совершенно другая ситуация уже и на постсоветском пространстве. Плюс американцы, ушедшие из Афганистана с таким треском и с таким позорищем, с каким можно было только представить после Сайгона, я не ожидал, что это произойдет. Плюс наши догнали Америку и перегнали по стратегическим ядерным зарядам и по технологиям тот же самый российский вариант гиперзвука. Тут очень много изменилось в том числе в пользу России. Я думаю, Путин может говорить так, как он может быть в 2014 году просто не мог себе позволить. Я тебе чуть возражу. Существование то, что остались Луганская и Донецкой области, превратившие в республики, кто этого добился? Россия? Гиркин? Один. Да, была такая ситуация очень неправильная и с моей точки зрения совсем. людьми отстояли этот огрызок Украины, пропуков, все остальное. И это верно. Один. А где Россия тогда была? У Гиркина хватило сил удержать Донецк и Луганск, а у России не хватило сил помочь удержать всю Луганскую и Донецкую область? Не хватило сил помочь в Харькове, в Одессе? Нет? Военные готовы были, но политики обнулили. Со всеми его проблемами неважно. Но он это сделал. Если бы он этого не сделал, не было бы сейчас ни Луганска, ни Донецка. А это фактор личности в истории. был один человек, а не страна. А где страна была? Яш, ты мне... Где страна была? Где власть была? А это уже мы по наследству от нашей политики... то от того, что страна тогда была сильнее Гиркина, чтобы это сделать. Но она не сделала. Так что то, что у России сегодня больше сил и больше возможностей, это все хорошо. А есть ли у нее достаточно решимости? достаточно ответственности сегодня в нынешней обстановке довести до конца то, что начали? Хотелось бы на это надеяться. Или опять будет Дебальцева? Хотелось бы на это надеяться. Не хотелось бы категорически возвращаться к очередной тягомотине, которая откровенно говоря уже достала до печенок. Разве навсегда кошке нельзя отрубать хвост по частям. Вот здесь я с тобой абсолютно согласен, как и во всем, что ты сейчас сказал. Но наш эфир подошел к концу. С нами в этом часу был Яков Кедми и мы говорили об Украине. Кедми